Главная тема на заседании комиссии касалась вопроса состояния автодорог и обеспечения безопасности движения на дорогах, в том числе вблизи образовательных учреждений и на железнодорожных переездах. В предыдущем время по результатам повторного обследования собственного железнодорожного переезда, топовая работа по устранению выявленных замечаний, внесена разметка, отремонтировано асфальтовое покрытие у переезда по улице Носохрановая и до 10 июля будет отремонтировано по улице Суворово. Требность превышает наши возможности в порядка 3-4 раза. Поэтому, естественно, что положение с каждым годом усугубляется. И если в прошлом году, скажем так, была более-менее ситуация, то в этом году вы видите, что практически там больше половины дорог находятся в крайне удовлетворительном состоянии. Также комиссия рассмотрела вопросы состояния детского дорожно-транспортного травматизма и мерах по его профилактике. Благодаря действиям инспекторов ГИБДД совместно с сотрудниками управления образования на территории нашего города до начала этого года не допущены происшествия с детьми. Внимание комиссии также было обращено на общественный транспорт. По результатам комплексных проверок сотрудниками ГИБДД 40 водителей были наказаны. Основными видами нарушений у нас является выпуск на линии транспортных средств, имеющих несправность, при которой запрещена эксплуатация. На сегодняшний день лидер в этом Ленинск-Кузнецкая автоколонна, где полностью отсутствует контроль за выпуском транспортных средств. Диагностические приборы на линии при выпуске автобуса не применяются. То есть просто происходит визуальный осмотр автобуса, зачастую механик даже не спускается, так сказать, в яму, не осматривая его снизу. Об этом свидетельствуют наши проверки, видеозаписи, объяснения водителей. Начальник Ленинск-Кузнецкой автоколонны Вячеслав Терентьев пояснил, что не только водители были наказаны, но и механики, многие из которых были уволены. Ситуация с транспортом в автоколонне действительно тяжелая. Почти 80% техники не только требуют ремонта, но и замены. По федеральной программе в августе этого года будет получено три новых автобуса, в феврале еще 15. В целом комиссия рассмотрела самые острые вопросы, связанные с ремонтом дорог и безопасностью, и наметила курс на дальнейшую работу.